Привет! Как думаете, какой будет камера в iPhone 11? Кто против появления iSIM в России? Мы уже знаем ответы на эти и многие другие вопросы, и, конечно же, сейчас расскажем об этом вам. Так что, кофе в руки и поехали! Оказалось, что iPad Air 3 и iPad Mini 5 поддерживают быструю зарядку, несмотря на то, что в официальных спецификациях она не была заявлена. Один из пользователей портала Reddit провел эксперимент. Энтузиаст решил узнать, что будет, если подключить iPad Air 3 и iPad Mini 5 к мощному зарядному адаптеру от Anker. По утверждениям энтузиаста, адаптер питания выдавал 22 ватта для iPad Air 3 и 20 ватт для iPad Mini 5. Довольно неплохой результат, учитывая, что оба планшета поставляются с блоками питания на 12 и 10 ватт. Вы также можете проверить опцию в действии. Для этих целей подойдет оригинальный адаптер от MacBook или же любой сторонний блок питания с соответствующей мощностью. Но тут вопрос к Apple. Вам что, лишних ватт в блоке питания жалко? Apple выпустит iPhone 11 и iPhone 11 Max с инновационными камерами. В руки инсайдеров попалась секретная информация прямиком от поставщиков Apple. Если верить источнику, новейшие модели iPhone 11 и iPhone 11 Max будут оснащаться тройным модулем основной камеры. Инженеры задействуют широкоугольный объектив, модуль с суперширокоугольной линзой и телеобъектив. Это позволит флагманам Apple делать еще более качественные снимки с большим углом захвата изображения. Зачем это нужно? Ну, например, чтобы делать такие видео. Также стало известно, что компания намерена строить модуль в систему 3D-камер ТОВ – Time of Flight, которая позволит получать достоверную информацию об объектах, используя световые импульсы. В теории такая камера могла бы существенно улучшить качество и глубину объектов портретных снимков. Российские операторы и ФСБ против E-SIM. Почему? Их позиция состоит в том, что внедрение данной технологии на российском рынке приведет к развитию конкуренции в сфере услуг сотовой связи, которая может подорвать авторитет большой тройки. Однако на самом деле операторы боятся, что появление E-SIM обесценит физические павильоны для продажи сим-карт и упростит выход на российский рынок новых провайдеров. ФСБ тоже против. По его словам, основная проблема E-SIM состоит в том, что данная технология не соответствует принятым в России правилам шифрования. Из-за особенностей реализации встроенных сим-карт они, в отличие от физических, по умолчанию не позволяют применять отечественную криптографию. Но страдать из-за этого будем мы. Apple разработала новое защитное покрытие для iPhone. Управление по патентам и торговым знаком США опубликовало патентную заявку Apple. На этот раз компания зарегистрировала новый тип покрытия. В патенте указывается, что для обеспечения твердости стекла в защитный слой вводится специальный полимер. Это обеспечит высокую устойчивость к царапинам и внешнему воздействию, включая падение и удара. Но от суровых дроп-тестов это все равно не спасет. В документе описывается, что новый тип защитного покрытия может быть задействован в iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook и даже AirPods. Несмотря на перспективность разработки доподлинны, неизвестно, дойдет ли дело до практической реализации. Как мы знаем, Apple регистрирует сотни патентов, многие из которых никогда не будут реализованы в реальных продуктах компании. Из других новостей. Apple планирует оснастить iMac и iPad экранами mini-LED. Huawei готова поставлять Apple 5G модемы. Создатель ThingDifferent разнес компанию за провал AirPower, а комментаторы перестали обсуждать ведущего этого выпуска. Спойлер, на самом деле нет. Но намек вы поняли, так что лучше бегите скорее в наш телеграм-чат, ссылочка в описании и обсуждайте новости из мира Apple.